Ранним утром понедельника в семье Ольги Кислицыной случилось долгожданное событие. На свет появились дочки-близнецы Ксения и Татьяна. Впервые став мамой, Ольга теперь имеет право на материнский капитал. Жилищные условия молодую семью устраивают. Идея расходовать капитал ежемесячно по небольшой сумме родителям близнецов вполне по душе. В пенсионном фонде поясняют, новый закон, касающийся детских пособий, вступил в силу 1 января 2018 года. А значит, воспользоваться им могут только женщины, родившие второго ребенка в этом году. Сумма ежемесячных выплат немногим более 10 тысяч рублей. Получать их можно, пока ребенку не исполнится полтора года. Выплата производится только из средств материнского семейного капитала. Оно выплачивается только тем семьям, где доход на одного члена семьи 15 912 рублей. До закона этого года существовал другой. С 2009-го обладательницы сертификатов имели право на единовременную выплату и средств маткапитала. За 9 лет в Магнитогорске ее получили более 16,5 тысяч женщин. Законом, вступившим в силу в этом году, воспользовалась пока только одна мама. При обращении за ежемесячным пособием владелица сертификата следует знать, что в любое время, если в семье улучшится финансовая ситуация, женщина может обратиться в пенсионный фонд и отказаться от получения пособия. Если вновь пособие понадобится, можно опять в следующий раз обратиться и оформить это пособие. Всего сутки назад Анна Журавлева во второй раз стала мамой. Теперь у ее старшей дочки есть маленький брат. На что потратить семейный капитал Анна с мужем давно решили. Большую сумму в 453 тысячи рублей лучше вкладывать во что-то серьезное. Конечно, если вдруг что-то случится и нам потребуются деньги на что-то, конечно, в таком случае можно написать и брать. Но если мы сможем обеспечивать детей сами, то лучше потратить на что-то большое. В пенсионном фонде в этом году оформили уже 50 сертификатов на материнский капитал. Получение ежемесячных выплат из его средств обещают сделать для женщин легким и простым. Прием заявлений без очереди, все необходимые справки о доходах специалисты фонда будут запрашивать сами.